Здравствуйте, уважаемые друзья! Самый главный вопрос, наверное, у всех стоит, что происходит с погодой в нашей стране, почему такая довольно-таки неустойчивая. Да, действительно, на этой неделе погода была крайне неустойчивая, можно сказать, даже аномальная, очень быстро и резко менялась. И виной тому очень активные атмосферные вихри, которые двигаются со скоростью в среднем где-то 70-80 км в час, что где-то в 2-2,5 раза быстрее. Вспомню, начало недели здесь стояла такая теплая, но довольно-таки ветреная погода, потом в середине недели резко довольно-таки похолодало с ростом атмосферного давления и в отдельных районах, особенно по южной половине нашей страны, что тоже довольно-таки аномально для этого периода года, температура воздуха опускалась до минус 16-18 градусов. Ну а в ночь на четверг погода вновь у нас поменялась. На смену этой вот морозной и солнечной погоде пришла такая слякотная и довольно-таки теплая погода. На большую часть территории прошел снег, мокрый снег, потом переходящий в дождь и ледяной дождь. Кстати, что такое ледяной дождь? Ледяной дождь это такие вот небольшие шарики, которые наполнены водой. И обычно ледяной дождь впадает при температуре от нуля до минус 10 градусов. И когда он падает на землю, вот эти вот шарики, они разбиваются, оттуда вытекает вода и сразу это все дело замерзает. Почему? Потому что как бы на высоте вроде как бы еще уже теплая погода, ну а в земле еще стоит такая слабая отрицательная температура, поэтому асфальт, все дороги покрываются у нас льдом. Также что можно сказать еще про погоду на этой неделе? Здесь погода была еще довольно-таки аномальна. Почему? Потому что были очень быстрые и резкие скачки атмосферного давления, также и резкие перепады температуры воздуха. Обычно для нашего климата характерно то, что вот обычно погода стоит в среднем, морозная погода стоит 5-7 дней, потом где-то такой же период стоит погода более слякотная, тоже где-то в среднем около 5-7 дней. Но на этой неделе все довольно-таки быстро. На предстоящих выходных, наверное, кто уже думает или думал, заняться зимними видами спорта, но придется это дело как бы отложить и заняться совсем другими делами. Почему? Потому что до конца предстоящей недели в нашей стране сохранится такая довольно-таки оттепленная и теплая погода. Головейца станет поменьше, она будет не такая уже сильная, но не забывайте, все-таки все это тает, и под лужами, под водой все-таки еще остается тонкий слой льда, поэтому будет довольно-таки местами и скользко, поэтому будьте осторожны. Ну а в пятницу на большей территории у нас ожидаются осадки в основном в виде дождя, также ожидаются непродолжительные туманы, и также ожидается в дневные часы порывистый ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, то есть можно сказать так, что будет стоять сырая и ветреная погода, и довольно-таки дискомфортная. И температура воздуха ожидается у нас в течение суток от 0 до плюс 5 градусов, днем в западных регионах, в основном это будет Гродненская и Брестская области, там до плюс 7 градусов. В выходные дни здесь характер погоды существенно не изменится, также на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, будет преобладать в основном облачная погода, на отдельных участках дорог Гололедеца, в основном по северо-востоку, и температура воздуха в течение суток ожидается от минус 1-2 градусов по северо-востоку до плюс 5-7 градусов в наших юго-западных регионах. Но такая вот утепельная погода не продлится долго, и уже в середине следующей недели вновь у нас подморозит. Вот эти вот активные фронты и теплая воздушная масса покинет нашу территорию, и с севера вновь начнет затекать более холодная воздушная масса, опять все начнет замерзать, опять ожидается у нас Гололедеца, и температура воздуха прогнозируется минус 4-11, а в ночные часы при прояснениях ожидается до минус 15 градусов, и при этом на большей части территории уже ожидаются осадки в виде снега. Но это, как говорится, еще не все. Вот такая морозная погода, она продлится также довольно-таки недолго, и уже по предварительным прогнозам к концу следующей недели вновь придет утепельная погода. Если говорить так в целом, то нас ждут такие, можно сказать, погодные качели, то есть практически весь декабрь будет вот такая вот погода, то подморозит, то отепель. Также, что касается особенно метеозависимых людей, в связи с тем, что у нас ожидаются такие вот резкие скачки атмосферного давления, резкие перепады температуры воздуха, поэтому, пожалуйста, следите за своим здоровьем. И в заключение хотел бы сказать, посоветовать, уважаемые рыбаки, любители зимней рыбалки, пожалуйста, не выходите на лед. Вот лед еще, несмотря на то, что подморозило, да, установился на некоторых реках и озерах ледяной покров, но лед довольно-таки он тонкий. И в связи с тем, что в ближайшее время ожидается утепельная погода и осадки будут проходить в виде в основном как бы дождя, лед будет потаивать, этот вот ледяной покров будет постепенно разрушаться, поэтому на лед выходить опасно. И, конечно, уважаемые родители, здесь тоже как бы поговорить со своими детьми, и когда вы, например, с ними просто тоже гуляете, будьте осторожны, чтобы дети не выбегали на лед, потому что лед, особенно у берегов, очень довольно-таки тонкий. Ну а пока желаю всем хорошего, позитивного настроения, несмотря на погоду. Удачи и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!